Да, чем и чем я занимаюсь, здесь надо заплакать. Привет, меня зовут Карегин Дмитрий, я художник по металлу и кузнец. В основном я занимаюсь изготовлением моделей оружия и доспехов. Как-то так все сложилось, что в тот момент, когда я начал заниматься этим серьезно, я понял, что мне интересно делать для себя и доспехи, и оружие, и потом как-то так сложилось, что это стало моей основной работой. Отправили ребенка в кузню, но я помню, что где-то в районе средней школы, на даче, и изо всех сил ты пытаешься найти какую-нибудь железку, погреть ее в костре и по ней как-нибудь побить, получив из нее какой-нибудь мятый кусок. И потом всем ходишь и говоришь, что ты сковал нож, как настоящий кузнец. Я не считаю, что это сложное прямо дело, ну как и любое ремесло, а зам можно там обучиться довольно быстро. Так же и здесь, просто ковать, там, не знаю, резать, варить может научиться любой. Сделать что-то выходящее за рамки какой-то обыденности, ну, могут уже немногие. Я закончил Санкт-Петербургскую художественно-промышленную академию имени Штиглица. Сейчас в прошлом она была имени Мухиной, Муха, которая в простонародье. До реформ всяких там был факультет ДПИ, и там на нем было отделение художественной обработки металла. Ну, надо понимать, что там не учат прям ковать, там в основном учат художников, которые должны условно думать и рисовать. Кто-то уходит в большие фирмы, ну, там, не знаю, занимаются реставрацией, например. Кто-то открывает собственное дело, там, собственные кузницы, берет заказы и все остальное. Вот. Ну, надо понимать, что художественная обработка металла – это довольно широкая такая штука. Вот. Потому что туда входит, там, помимо ковки холодной и горячей, и входит и ювелирное дело, и довольно много ребят уходит в ювелирную искуску. Я начинал, я начинал с гвоздей. То есть я пришел в кузню и мне сказали, вот, там, мне было, чтобы не соврать, лет 15. Я такой, я хочу ковать. Вот. И мне, говорит, ну, вот, вот, вот так куется гвоздь. Сделай гвоздь. За 8 часов, как бы, сделал что-то штук 6 гвоздей, как бы, упарился, в общем. Вот. И нет, не то, что забил, как бы, я такой, серий, мммм, наверное, все-таки не так просто. Творить, с чего начать, то, в принципе, начать можно там с двух молотков. И я помню, что я собрал себе какой-то такой походный горн с пылесосом, выходил в лесопарк, как бы, и там что-то ковал, там, пока никто не видит. Открыть собственную кузню, ну, сложный момент, потому что там уже это, ну, просто уровень другой оборота денег. Вопросы стоят другие. Вопрос уже стоит не про ковку, а про какой-то менеджмент, управление этим всем и так далее. Практически у всех профессий, особенно связанных с ручным трудом, есть масса профессиональных заболеваний. Кузнечное дело, оно стоит, наверное, в первых рядах. Я знаю, рано или поздно начинают мучить всякие артриты, вот, всякие потери слуха, зрения, проблемы с дыханием и все остальное. Опять же, вот, западные коллеги, которые больше себя берегут, чем российские, у них всякие требования к вентиляции, всякие респираторы целиком закрывающие голову и лицо. Как бы это все, это все хорошо, нужно, полезно, это убережет ваше здоровье. Когда возникла идея о том, что мама, я буду кузнецом, вот, мама на меня очень, не очень добро посмотрела, как бы, и в итоге я отходил на подготовительные курсы для поступления в Финек. За год до поступления в «Муху» взял первый раз карандаш в руки и практически год прожил в обнимку с планшетом, с мольпертом. У нас тогда было, если не ошибаюсь, три места, где готовили кузнецов в городе Петербурге. Ну, условно, кузнецов, потому что был в ТУЗ, высшет техническое учебное заведение при Ленинградском металлическом заводе, которое готовило мастеров производства к себе. Вот, это отдельные ребята, которые, ну, как бы, мастер ковочного цеха, он так себе имеет отношение к ковке, он, конечно, может, но немножечко другое. Также отходил на вступительные курсы и даже сдал экзамены в политех на кафедру обработки металлодавлением, но я потом внезапно для себя зашел туда, как бы, и позорно бежал. Вот. Ну, потому что ребята, которые разговаривают, пишут песни и пляшут танцы на сопромате, как бы, ну, у которых ковка, вот они приходят к тем мастерам ковочного цеха Салмазе, как бы, и рассказывают им, как это все должно быть на самом деле, потому что они это все посчитали. Любой мальчик, сейчас, наверное, меньше, потому что сейчас, как-то эпоха тиктоков и аниме, он, в целом, в какой-то период своей жизни будет очарован, там, идеей всяких рыцарей, боев средневековой Европы, как бы, вот этого всего. Просто драк, там, в каком-либо виде, на мечах это может быть, там, не знаю, японская эстетика, европейская эстетика, там, не знаю, эпоха Ренессанса, там, еще что-нибудь. Ну, это интересно. В принципе, любому человеку интересно, как это, как это изнутри. У многих людей возникает желание попробовать. Ну, как бы, это нормально, это естественно, и там, на самом деле, уже разница в том, насколько глубоко ты готов в это нырнуть. Кто-то, типа, меня, как бы, они куют себе какие-нибудь полные доспехи, там, не знаю, приближенные модели куют какие-нибудь или заказывают где-нибудь настоящие, ну, близкие к настоящей модели оружия, вот, и пытаются, значит, нырнуть максимально глубоко в какую-нибудь там, собрать самую большую драку, которую, возможно, там, не знаю, каких-нибудь там 150 на 150, 200 на 200, чтоб там внутри, значит, понять, как себя чувствовал человек, по-настоящему человек на войне.